Латвия 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 Ну что? Да прикалывались? Поздравляем! Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Даговбилсе! И радости на ваших лицах! Чем? Чем вы вообще думали? Головой? Чьей? Все проводить, будь! Ну у нас же есть Олимпийский центр! У меня дома есть музыкальный центр! И проведение провести! Ну там же есть бассейн! Ну да, а еще у нас есть Цельтао Гавас, там скоро озеро! Ну вот! С ладными видами спорта все решилось! Ура! А где вы будете проводить техтование? В Бастилии! А что с экстремальными видами спорта? Ну есть бонус, бонзай! Ну тут согласен! Опускаю! А где мы разместим столько людей? Это же соревнования мирового масштаба! Это миллионы зрителей и спортсменов! Ну вот смотрите! Там купился вроде бы город большой, а людей в нем мало! Если что, ко мне на дачу трое спокойно влезут! А если еще и диваны раздвинуть? Или два! Ладно! А что делать с туристами? Вот где они будут отдыхать? Ну, есть у меня один знакомый с дачей! Так небось, если что, трое влезут! А если еще и диваны раздвинуть? Совсем идиот! Громкий фон! Ладно! Ладно! Я понимаю, что вы, наши дворники и сторожи, смогли подать заявку на проведение игр! Но там-то ее кто принял? А ну куда? Куда-куда? Диваны раздвигаешь? А чтобы прочувствовать великую мощь нашей страны, мы с вами отправимся в портовый город Вадзбоск. Но не в порт! А прямиком Вадзбоск тянет на современную постановку Шекспира. Нет повести печальнее на свете, чем пьяный сын, пришедший на рассвете. О Бог! Все не сомкну я очи! Уж на часах четыре ночи! Ну где же мой сынок Кирилл? Прийти он в десять должен был. Ну что ж забыл о я, о Боге! Ах да! Звонит 02-03 в морге! Звоню 02! Пропал Кирилл! Нет-нет-нет, Кирилл, а не дебил! Но до меня там нету дела, они бухают всем от дел! Звоню 03! Пропал сынок! А я что, доктор? Позвоните в морг! Звоню я в морг, а там такой ответ! Никто не сдох! Кирилла нет! Вдруг в тишине всхлебнул порог! Должно быть это мой сынок! Да так и есть! Какого хрена? Уроки я учил у Лена! Нет, ты по-честному ответь! Не надо мне сейчас врать! Я твоя мать! Ну ладно, был я в Танюхе! Да как ты мог? У этой отличницы! Ну ладно, батя, я бухал с друзьями! Иди проспись, я твоя мама! А после этого культурного шока мы с вами отправимся в нашу любимую столицу, где проходил кастинг на самый популярный конкурс! Новая волна! Проходите, проходите! Ну что же, дорогие конкурсанты, я вас поздравляю! Вы проделали огромный путь! Теперь у вас не три, а два! И сегодня мы решим, кто же из вас пойдет на новую волну от Латвии! Вы девушка, но и видны! Ну давайте не будем долго задерживаться! Представьте и пойте! Джулия Рига! «Ай-яй-яй-яй-яй» «Ай-яй-яй-яй» «Ай-яй-яй» 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 «Какое удивление?» «Ай-яй-яй» 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 «Так, молодой человек, вам сразу до свидания» «Ну господа, не будем так категоричны» «А вы, простите, кто?» «Я Артур, режиссер, продюсер «Дубокс»» «Дубокс» «Ну хорошо, хорошо, давайте попробуем еще раз» «Джулия» «Прошу» «Так, стоп!» «Э-э-э-э-э-э-э-э-э» «Я вообще ничего не понял, кто так поет» «Давай, Ваня, шки» «Ваня, селупа» «Вещь на прохождение» «С мелким трос фонтаном по бабе рульется» «Угодил повернула бобовое стекло» «Ну, нибудь шофер из меня не катущий, но вот как охотнику мне повезло» «Смешно!» «Скажите мне, вы сами не видите, что это» «Это?» «Это офигенно!» «Валя!» «Нет, это обензительно!» «Ну ладно, хорошо, хорошо» «Дадим Юльке еще один?» «Еще один шанс» «А-а-а-а-а» «Every night in my dreams I see you «Вот, вот видите какая прекрасная песня о любви» — Шитя, изящее исполнение! — Ваня, что вы понимаете в музыке и вокале? Ну ладно, допустим. Но думаю, Ванька на столе не подкачает. В этот вечер снова ждёт тебя другой Опа! Давай! Не горит, но на встречу не горит Вон его подбайки женские груди Ну тут Ваня явно лидирует, что это такое? Она спела две строчки — вот, четыре. Это явная математика. Да что ж, вы мне голову-то ворочите, вы при взяты. Вот на этом последний раз послушаем, и только попробуйте защитить эту... Вы гадали над искусством. Пела-тела распела, что-то! Я плюю на осень и... Стоп! Что это? Это нормально вообще? Не, ну, тут Ваня подвёл, да, подвёл. Согласен. Но эту девицу я тоже на новую волну не пущу. Ну и что нам теперь делать? Но есть у меня одна отличнейшая альтернатива. Я знаю, кто поедет на новую волну. Конкурсант номер пятнадцать — Артур Добакс, Латвия! А после путешествий мы поняли, где скрывается величие нашей страны. Да, именно в нашем родном городе Дауэркорс. Ну что же, давайте с вами сходим в место кинотеатра на пультовый фильм от команды «15-9». Телекомпания «Долтком Энтертеймент» совместно с «Пыжек ИК Студио» представляет вашему вниманию фильм «Мак Думан». В ролях Влад Сташевский в роли Жанны Кубаковой, Александр Розенбаум в роли Риты Строды, а также дюджей-аллигатор в роли Яни Солочки. «День открытия Макдональдса где-то в дубе». «Привет, Жанна!» «Здравствуй, Рита!» «Жанна, ты сейчас умрешь!» «Священник ко мне!» «Нет, нет, я всего лишь хотел пригласить тебя в ресторан!» «Рита, твой хэсбургер уже встал мне поперек города!» «Нет, Жанна, в этот раз всё будет по высшему разряду!» «В городе открылся новый ресторан!» «Макдональдс» — как-то так он называется. «Ну что ж, пошли!» «Уже в Макдональдсе!» «Ой-ой-ой!» «Да тут и барбакадзо!» «И янковское!» «И, о боже!» «Я не верю своим глазам!» «Это же москитов!» «Э-э, слепнёвки!» «Точно, Ка-м-а-м-а-м-а-м!» «Да ты только посмотри, даже эстродоскологовый здесь летает из зеркала!» «Ну, мне кажется, кого-то не хватает!» «Лашписис»? «Да вы гонитесь!» «Я не верю в это! Гамбургер по 50 копеек!» «Ты это видела?» «Да, с ним что-то не так!» «Да нет, я про гамбургер!» «Перекомпания!» «Не перекопать, улицу Иннокwardня...» «Я не могу в это поверить, Янис, начал работать!» «Да не может такого быть! Янис, что ты тут делаешь толком мне в провайдеры?» «Не знаю, как вы, а я показываю миниатюру сокращения в сейме!» «Янис, вы серьезно? А если серьезно, то я деньги дома забыл, а гамбургер уже закончил!» «А вы что? А вы так чисто пожрать!» «Посоветуй нам что-нибудь! Берите хэппи мил!» «Почему хэппи мил? Потому что, когда я его съедаю, я счастлив и мил!» «Все, пойду дальше, загоняй себя в долги!» «Свободная касса!» «Молодой Комаров, дайте нам, пожалуйста, два бигмака!» «Ну и что ты встал?» «Что ты выпьешься тупок со меня в продюсера?» «Так, позови мне главного менеджера!» «Ага, как я понимаю, он уже здесь!» «Господин Озаревич!» «Как вы походите?» «Как вы вообще работаете с этим Комаровым? Вам не кажется, что он тянет одеяло на себя?» «Это мы так, Саша, не по фильму спросили!» «Короче, Жан, они издеваются над нами!» «Свободная касса!» «Здравствуйте! Я — ваш новый работник месяца!» «В роли работника месяца Эрихард Эйгент» «Скоро, голубая, В Балтийском море плещется волна. Ты у меня одна такая. И вот великая страна!